Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как я подтверждал права категории C1, которые у меня были там C, C1 в Израиле это до 12 тонн. В этом видео я хочу рассказать, как же их подпустить здесь в Израиле. Первое, что нам нужно, это пойти в оптику, или как здесь называют, фотобудка. Это такой, как бы, магазин, туда идешь, тебя там фотографируют, проверяют зрение, еще кое-что, стоимость это около 50 или 100 шекелей. В этом же магазине нужно будет заполнить бланк от Месрат Ришуя, это управление транспортом, на получение водительского удостоверения Израиля. Это видео подойдет тем, у кого права больше, более 5 лет в стране исхода и на момент репатриации в Израиле. Если у вас права более 5 лет, то вы берете эту справку с оптики и идете уже в Месрат Ришуя, управление транспортом. Записывайтесь в очередь через приложение My Visit на телефоне, это видео будет тоже позже на моем канале. Приходите туда и нужно взять некоторые документы, чтобы там уже у вас не возникло никаких вопросов. Месрат Ришуя, вам нужно будет взять ваше удоставление личности, направление с этой же оптики и ваши права, которые действительно более 5 лет. Там же вам дадут, после всех проверок, вам дадут направление именно на практику, чтобы проехать на таком грузовике. Вот он до 12 тонн. Дальше мы видим, что это уже более серьезные машины, семитрейлеры. Но в основном экзамены проходят либо на таком, для C1, в более маленьком грузовике, или чуть побольше. Это уже на категорию C, но эта тема нас не катается. Экзамен уже проводится на таком. У меня возник вопрос там уже в Месрат Ришуя, потому что мне не хотели давать сразу направление на вождение, а хотели, чтобы я начал с заново. Но если так случится, и у вас все будет нормально с вашими правами, которые действуют тем более 5 лет, то нужно настоять и сказать, что вам нужно только лишь подтвердить вождение. И после этого служащий вам даст направление в автошколу, и вы отправитесь с этим направлением уже в автошколу. В автошколе же вам нужно будет записаться туда. Это стоит каких-то 100-200 шекелей, точно не помню, запись в автошколу. И каждый урок на таком грузовике нужно обязательно попробовать. Мне хватило 5 уроков, но бывает, что и 10 мало. Стоит около 200 шекелей, 200, может 250 уже, точно не знаю. На сегодня это 23 год, январь месяц. Стоит такой урок 40 минут, 30 или 40 минут, 200 шекелей. После того, как вы будете готовы и уже уверены в себе, вы сдаете уже на экзамене, на том грузовике, на котором учились. Прямо сейчас, вот это 7 трейлер, прямо сейчас мы можем смотреть, как будет проходить экзамен. И у меня, кстати, есть эксклюзивные кадры с такой кабины, когда я сдавал экзамен, садится человек с другого управления, не ваш учителя, там не будет. Только остается инструктор и вы, он подключает к компьютеру, все следит, все записывается на компьютер. И вы сдаете экзамен, который проходит минут 20-22 минуты, вроде так там сказано. После успешного прохождения экзаменов, вы возвращаетесь в Министерство транспорта, в МИСРАТ Ришуй. И там уже вам дают бумагу, с которой вы можете уже спокойно ездить какое-то время. После чего ее нужно или в тот же день, или через месяц-три оплатить на сегодняшний, опять же день, 23-й год, январь. Это стоит около 520-525 шекелей. И даются эти права, если у вас были B, они автоматически там включены B. И права C1, они даются до исполнения вами 70-80 летия. Потом же в Израиле есть закон, когда вы должны в 80 лет прийти и заново в двери сдать. Кстати, забыл добавить, что за экзамен вы также платите отдельно. Это стоимость двух уроков, то есть 400, около 400-500 шекелей. Если вы с первого раза не сдаете, вас записывают через 2 недельки. И вы так само приходите, в это время тоже можете потренироваться в вождении. Приходите и пересдаете права. Надеюсь, все сдадутся с первого раза. Поэтому удачи!